Прямо сейчас представляем Учителя Года. Им стал... Подожди, не раскрывай интригу. Давай лучше расскажем, как проходил финал 22-го конкурса. Да, давай. Финалисты конкурса «Педагог Года». Свой авторитет в профессии они уже подтвердили. Из 13-ти во второй тур допустили шестерых. Трех учителей и трех воспитателей. Двухмесячный марафон позади. Визитки, открытые уроки, защита собственных проектов, мастер-классы и дискуссия с начальником образования. За испытаниями, сложная подготовка и ежедневная репетиция. В таком темпе мы сейчас жили эти три месяца. Я приду домой, и через месяц я уже не могу жить той жизнью, которой жил до конкурса. Я много узнал в плане подготовки, как работать со сцены. Впервые за долгие годы я начал танцевать. Оказывается, что у меня еще и слух есть, что я могу там делать движения и не хуже других. Конкурс очень многое мне дал. Я стала более уверена в себе. Я очень многому научилась. Я нашла новых друзей. Потому что за время подготовки к финалу мы с финалистами настолько сплотились, что я уверена, что мы будем продолжать наше общение и дальше. За кулисами друзья, на сцене конкуренты. Тема финала – проектируя будущее. Задача – представить школу будущего. Елена Чайкина убеждена – учителей заменят роботы. Много графиков построю, доступ в интернет открою. Только есть одна беда – ни с людей, ни никуда. А воспитатель сада «Кристаллик» Анна Крылова не боится самых смелых гипотез. Она уверенно говорит со сцены о межгалактическом разуме. Задумка, что я из настоящего времени попадаю в будущее благодаря волшебству сказки. Это старик Хатавович помог. И оказываюсь в будущем на объединении межгалактического разума. Воспитатели с других планет приехали поделиться опытом. Что изобрели на одной планете, на второй. И вот мы представили зрителям, возможно, оно и будет. Что интересного на вашей планете? У нас дети могут читать и петь на разных языках. И сейчас она вам прочитает стихотворение «Наша Таня громко плачет» на языке планеты Марс. Итак, в финале самые творческие участники конкурса. Волнение и азарт отпустил. Теперь их черед принимать поздравления. Я поздравляю всех участников. Я знаю, какой это труд, адский труд. Какое это самопожертвование. Какое это действительно желание показать, рассказать, достучаться с теми новыми технологиями, с теми новыми открытиями, которые каждый учитель для себя открывает сам. Своим самообразованием, своим трудом. И мне хочется, чтобы, конечно же, победителями были все. Но конкурс диктует свои правила. Посовещавшись, жюри вынесла вердикт. Воспитателем года стала Марина Мартынова из детского сада «Аленушка». Теперь его символ удачи – малый пеликан. А большой отправился в девятую школу. Диплом победителя получает Валентина Федоровна Петрова, учитель английского языка, школа номер 9. Была уверена в своих силах, но победы не ожидала. Приполняю ощущение, что так высоко оценили. Я работаю в школе третий год, и опыт совсем маленький. И успеть к этому моменту стать учителем года – это большая победа. Кроме слов поздравлений, все участники и победители получили сертификаты с денежными премиями. А победителям предстоит новая подготовка. Теперь уже для областного конкурса. Эй, друг, смели, не ради, будучи за нами. Миллионы счастливых людей, с ними тебе побуди.